все люди хотят получить максимально качественного робота за минимальную цену желательно вообще бесплатно а еще лучше если им самим будут оплачивать за сделанную покупку желание сэкономить само по себе не предусудительно но если переусердцевать то обязательно придется заплатить дважды как учит народная мудрость но взять какой-нибудь лажу за 5000 рублей это еще не главная проблема самое худшее происходит потом когда разочарованные покупатели начинают всем и каждому рассказывать о бесполезности роботов-пылесосов вводя добросовестных граждан в заблуждение что касается дешевых роботов-пылесосов я категорически не рекомендую покупать модели стоимостью ниже 7000 рублей единственный смысл такой покупки заключается в том что за 5-7 тысяч вы получите возможность похвастаться перед друзьями что у вас есть робот-пылесос ну еще удачное приобретение может повеселить кота и стать полезной игрушкой для ребенка тем кто хочет узнать как правильно выбрать робот-пылесос советую посмотреть ролик который появится вот тут справа в подсказке а также ссылка будет в описании под видео я знаю что тебе интересно поэтому не стесняйся залетай на просмотр а в этом ролике я кратко расскажу о достоинствах и недостатках девяти самых дешевых роботов-пылесосов на рынке причем некоторые из них могут действительно оказаться полезными начнем с трех роботов стоимостью до 5000 рублей polaris pvcr 1012 you polaris pvcr 1012 you так выглядит роботу которого отобрали все кроме уникального дизайна не бампера не док-станции не пульта все что он может хаотично ездить от препятствия к препятствию бессильно кружиться на месте и тыкаться вдоль стен причем в течение одной уборки эти алгоритмы работы просто чередуются друг за дружкой пока не разрядится так называемый аккумулятор на 1200 миллиампер в час хотя с учетом маломощного моторчика даже такой батареи хватит на час работы если оставить polaris pvcr 1012 you в закрытой комнате он действительно сможет собрать какой-то мусор отдельные крошки волоски где-то соберет пыль а где-то и не соберет потому что никаких представлений о своем местоположении у polaris а нет зато у него есть футуристический дизайн с округленной крышкой просто идеально для застревания под мебелью ну что вы еще готовы заплатить 5000 за то чтобы регулярно становиться на карачке в поисках робота рекам рвисе 1655b но посмотрим чем нас порадует эконом робот от мало известного бренда рекам тут наверное предложение будет получше или нет рекам рвисе 1655b выглядит куда более привычно черная шайба со скошенными краями и чем-то хитро замаскированный под бампер мягкого касания но на самом деле нет это просто фронтальная часть корпуса с голубыми обводами а на местности робот ориентируется при помощи датчиков вращения колес в точности как старая игрушка но самое интересное у рекам рвисе 1655b это мега торцевые щетки каждая из которых напоминает очень злого дикообраза это тебе не какая-нибудь слабосильная щеточка с пятью метелками как у роборок е4 у рекам рвисе 1655b на каждой щетке по 8 метелок да и самих щеток 2 а не 1 а значит он почти в четыре раза круче чем любой роборок всем кто не понял это шутка убирает рекам кое-как зато одновременно сухой уборкой может сделать влажную то есть кое-где вытереть пол салфеткой а вы ожидали планирование маршрута и глубокой очистки ковров за пять тысяч рублей может еще и управление со смартфона бавай смарт обе 8 с впрочем нет ничего невозможного перед вами бавай смарт обе 8 с робот-пылесос за четыре с половиной тысячи рублей с управлением со смартфона можно перемещать пылесос с помощью джойстика направлять вдоль периметра включать и отключать и даже программировать отложенный запуск а еще у бавай смарт обе 8 с есть бампер мягкого касания как у настоящего робота-пылесоса из рабочих инструментов имеются хорошо знакомые нам по предыдущей модели щетки дикообразы при этом производитель заявляет силу всасывания в одну тысячу шестьсот паскалей еще и мотор работает почти бесшумно 55 децибел теперь мы знаем почему роборок отказались от трехслойных шумоподавляющих экранов использованных в модели роборок с 6 за 35 тысяч рублей все эти экраны выкупила компания бавай и установил на своих роботов за четыре с половиной тысячи конечно же нет на самом деле перед нами довольно типичный электро веник с яркой рекламной кампанией если вы хотите чтобы робот хоть как-то справлялся со своими обязанностями нужно поднять планку хотя бы до 7-8 тысяч это нужно учитывать что большинство роботов такого типа нуждаются в особых условиях придется предварительно поднять стулья убрать обувь и максимально расчистить комнату чтобы не спровоцировать сбой в навигации сейчас я расскажу подробнее о нескольких моделях такого типа media vcr 03 несмотря на свою копеечную стоимость media vcr 03 может по-настоящему удивить своим дизайном во первых зацените эти брутальные плечики как у volvo с 40 очень непрактично потому что робот может застрять под диваном зато как стильно во вторых часто ли вы видели ярко-розовый робот-пылесос а media vcr 03 именно такой прямо как мультики розовая пантера правда есть и консервативный белый вариант функциональном плане media куда более традиционный пылесос он ориентируется на местности с помощью бампера мягкого касания собирает грязь двумя метелками и двигается от препятствия к препятствию можно конечно активировать и режим зигзаг но он подходит только для больших свободных участков максимальная сила всасывания 900 паскалей этого достаточно для сбора крошек с гладкого пола аккумулятора емкостью полторы тысячи миллиампер в час хватит на час работы теоретически за это время media vcr 03 может убрать 2-3 комнаты но запускать уборку нужно в каждой комнате по очереди иначе робот запутается и половину квартиры оставит неубранной самое классное в этом роботе это его ценник всего 7700 рублей но а если учитывать скидки тон от моли можно забрать и подешевле за шесть с половиной тысяч рублей айлайф в 55 pro айлайф в 55 pro легко узнать поматовой крышки песочного или черного цвета и дисплею с красными сегментами в остальном перед нами привычная таблетка с бампером мягкого касания парой щеток и всасывающим раструбом качество сухой уборки примерно такое же как у предыдущего робота он собирает мусор на линолеуме и бесполезен на ковре зато у айлайф в 55 pro есть таймер можно спланировать чтобы робот начал уборку незадолго до вашего возвращения домой но самое главное айлайф в 55 про умеет вытирать полы для этого в комплекте имеется отдельный бак на 180 миллилитров хватит на 60 70 квадратов тем более что к работе на больших площадях айлайф подготовлен уже получше как и мидия висер 03 робот оснащен гироскопом и пользуется им более умело робота можно смело выпускать из комнаты его не смутят попадающиеся на пути столы и стулья и в конечном итоге большая часть квартиры будет убрано хотя построение маршрута нельзя назвать безупречным робот делает много лишних движений часто переезжает из одного конца квартиры в другой и тратит на эти метания драгоценный запас батареи еще один важный нюанс в коробке с пылесосом можно найти запасные расходники и виртуальную стену ей можно перегородить дверной проем чтобы робот не выезжал за пределы комнаты на алиэкспресс за айлайф v55 pro просят 10600 рублей с учетом виртуальной стены и дополнительного контейнера это почти нормальный ценник но в идеале поискать со скидкой тысячи за 89 но если протирка пола тебе ни к чему то еще дешевле за шесть половиной можно урвать младшую версию айлайф v50 pro она только для сухой уборки едики 600 едики 600 это по всем признакам бастард сиоми утилитарный дизайн простая и надежная конструкция минимальная комплектация и обтекаемый четырех кнопочный пульт если бы сиоми делали для своих роботов пульты они бы выглядели именно так глядя на едики 600 никогда не скажешь что он стоит как пакет с продуктами всего 7300 рублей при этом робот может еще и принести пользу у него не слабый для эконом-сегмента движок силы всасывания в полторы тысячи паскалей хватает чтобы пропылесосить ковер в гостиной правда без турбощетки все эти усилия окажутся напрасными зато на гладком полу еди сможет собрать не только крошки и волосы но и песок на гладком полу робот может сыграть роль полотера достаточно заменить пылесборник на бак для воды объемом 300 миллилитров навигация у еди того же типа что и у айлайф v55 робот пробегает комнату челноком а по указанию хозяина может кружиться волчком и ездить по периметру для самого дешевого робота в рейтинге функционал подходящий хайер hb qt36b хайер hb qt36b это очень дешевый но очень красивый робот чего стоит этот сногсшибательный золотой корпус и шикарная черная крышка я долго искал у робота отверстие подкрепления на стену но их не оказалось и это пожалуй самый главный просчет производителя значит все таки придется делать для него отдельную полку в гостиной но дизайн не единственное достоинство хайера он может еще и делать уборку в доме и не раздельную а комплексную пылесборник у хайер hb qt36b ставится под крышку а швабра с баком ставится под нище поэтому ничто не мешает роботу пылесосить и вытирать полы одновременно просто представьте сколько времени это сэкономит правда в плане качества уборки он ничем не лучше предыдущих вариантов еще и вода на салфетку поступает прямо током поэтому если хайер застрянет то в течение получаса сделает под собой лужицу которая может не очень понравится вашему ламинату на одном заряде хайер успевает обработать до 50 квадратных метров если конечно разберется в планировке вашей квартиры желающие прикупить красивого и в меру интеллектуального робота готовят 8400 рублей но и не забываем про скидки цена в 6400 на тмоле куда приятнее согласны сисперл v30 на первый взгляд сисперл v30 кажется вполне заманчивым предложением у робота своеобразный дизайн с боками в черную кружку и глянцевой крышкой хорошо отражающие окружающие предметы и не менее хорошо собирающий пыль у сисперл по-настоящему мощный мотор с силой всасывания в 1800 паскалей поэтому он может всасывать пыль из щелей в плитке наконец-то нам предлагают нормальный аккумулятор и емкостью 2600 миллиампер в час на котором пылесос будет работать полтора часа к ряду а еще есть управление со смартфона и даже картография проблема заключается в том что составленная карта никак не влияет на составление маршрута из-за чего сисперл v30 может несколько раз проезжать одни и те же места и игнорировать другие а большая сила всасывания не дает ощутимых преимуществ без турбощетки еще у этого робота очень бедная комплектация и даже нет модуля для влажной уборки впрочем если вы хотите функциональную игрушку стоимостью до 9000 это один из лучших вариантов 360 c50 еще один интересный вариант 360 c50 с визуальной точки зрения это очень простенькая моделька с высоким бампером не дающим застрять под диваном с плоской крышкой на которой удобно сидеть коту и единственной кнопкой управления не запутаешься но функциональном плане 360 c50 куда интереснее чем его красивенькие конкуренты самое главное у него есть турбощетка поэтому 360 может чистить ковры причем сила всасывания достигает 2600 паскалей а это уже заявка на глубокую очистку с вытягиванием песка и пыли аккумулятор такой же как у сисперл v30 2600 миллиампер в час еще в наличии управления со смартфона но без картографии однако есть у робота и свои минусы турбощетка без силиконовых лопастей нерациональное построение маршрута а еще 360 работает в турбо режиме только пока аккумулятор заряжен на сто процентов когда заряд батареи падает как минимум на 80 процентов робот переходит на тягу в полторы тысячи паскалей сейчас этого робота продают за 10000 рублей но желательно поискать вариант со скидкой тысяч за 78 это была бы хорошая цена для этого робота но если вам нужен не просто развлекатель кота и игрушка для ребенка а действительно качественный и недорогой робот-пылесос то стоит обратить внимание на модели стоимостью от 10 тысяч рублей и в следующем ролике я подробно о них расскажу чтобы не пропустить видео подписывайтесь на канал и поставьте уже наконец палец вверх мне будет приятно на этом у меня все всем пока и